День с толком Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев подал в отставку. Эту информацию порталу Толк подтвердили в пресс-службе ведомства. Министр написал заявление об увольнении по собственному желанию, так как собирается переезжать в другой регион. Какой не уточнили. Напомним, что до прихода на пост Дементьев работал в дорожном комитете. Позже стал замгендиректора компании «Газпром-газораспределение Барнаул», а с 2018-го занял должность руководителя Минтранса. Одна из его больших заслуг – передача федеральную собственность почти 400 километров дороги Барнаул-Павловск-Республика Казахстан. Что серьезно облегчит нагрузку на региональный дорожный фонд. На Петербургский тракторный завод начнут поставлять колесные диски алтайского производителя. Поставкой займется Барнаульский завод прессового оборудования. За полгода для северной столицы должны изготовить 4,5 тысячи колесных дисков на общую сумму 100 миллионов рублей. Об этом сообщил сегодня министр промышленности региона. По словам Вячеслава Химочки, когда линия выйдет на полную мощность, наш завод будет выпускать до 80 тысяч дисков в год. Что позволит закрыть потребность рынка России на 95%. Помимо Петербургского тракторного завода, местное предприятие планирует осуществлять поставки для другой крупной компании «Ростсельмаш». В краевой столице завершился этап Кубка мира по гребле на Байдарках и Каное. Четыре дня зрители сотни стран наблюдали за водными баталиями на Барнаульском канале. С какими медалями и ощущениями уезжают от нас спортсмены и организаторы. И чего после таких масштабных стартов остается ждать краевой столицы, расскажет Дмитрий Дроздов. К большому сожалению завершается второй этап Кубка мира по гребле на Байдарках и Каное. По сравнению с первыми днями соревнований, сегодня солнечно и сегодня по-настоящему вот эта вот спортивная атмосфера. Уже многие спортсмены, иностранные гости здесь прогуливались, общались с прессой, фотографировались. И каждый из них отметил уровень, высокий уровень Грибнового канала. Ну и каждый уже выучил какие-то русские слова, очень хорошо, спасибо, до свидания, ну такие вот общедоступные. Ну и конечно уже как туристы они все вернутся в город Барнау. Да, конечно, я очень рада буду посетить Алтайский край. Но сейчас у меня нет денег, но когда появится, я обязательно приеду. Мы успели подняться на Нагорный парк, смотрели на большие буквы Барнаул, которые выглядят как Голливуд, спустились вниз и пошли по улице Ленина. Шли долго, пока не устали. Четыре дня турнира, 28 видов программы. Состязания такого уровня Алтай принимал впервые и приятно удивил и даже порадовал. На счету российской сборной одна золотая и пять бронзовых наград. Задача попасть на Олимпиаду в Токио выполнена. Есть еще одна важная общая победа. Это успешное проведение этапа Кубка мира. Все было организовано на высочайшем профессиональном уровне. А спортсмены получали удовольствие от каждой минуты, проведенной здесь. В последний день российский экипаж в составе Захара Петрова и Кирилла Романова боролся за серебряные медали. На олимпийской дистанции тысячу метров каноэ двойки. Но на самом финише ребята упустили свое небольшое преимущество и завоевали бронзовые награды, проиграв немецкому экипажу. Молодые ребята недавно вышли из юниоров. Поэтому для них это хороший результат и огромный опыт международных гонок по взрослым. Да, конечно, мне было бы очень интересно приехать. Если будет такая возможность, я бы вернулась сюда. Интересно посетить Барнаул, Новосибирск, Москву. Но вы же знаете, что это довольно сложно посещать из Евросоюза в Россию. Открытых границ теперь будут ждать особенно. Кубок мира доказал, что наш грибной канал котируется в мировом сообществе. А значит, можно и проводить соревнования, и тренироваться там же. Так что же будет с грибным каналом дальше? В Минспорте нас уверяют, что это только начало чего-то масштабного и грандиозного. Основное наследие – это гордость жителей Алтайского края за то, что наконец-то у нас проходит такого уровня мероприятие. Это первое спортивное. Наверняка и другие отрасли будут проводить. Но и спортивные будут традиции, хорошие традиции. Конечно, будем крутить историю этого вида спорта. И этот пример должен стать правильным примером для других видов спорта. После парада закрытия и последних заездов зрители с грустью разошлись по домам. Такой спортивный праздник подошел к концу. Теперь грибцы отправятся в свои страны и будут готовиться к следующим международным турнирам. Анализируя наш этап, можно смело заявить – иностранные спортсмены еще приедут к нам в гости. Будь то чемпионат мира или чемпионат Европы, мы будем готовы. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А какие впечатления от международного кубка остались у жителей краевой столицы, мои коллеги узнали, у самих горожан. Все было отлично. Восторг полнейший от этих выступлений. Вообще, еще бы побольше нам таких. А мы не смотрели. А вот за работа, учеба. Ой, мы не были. Почему не были? Мы не были, конечно. Ну, что это огородные дела? И вот при наличии таких международных мероприятий рейтинг Барнаула будет повышаться. И о Барнауле будут много знать. Везде. Вот сколько было спортсменов, 50 с лишним стран было, да? И они теперь знают, что такое Барнаул. Будут рассказывать своим друзьям, знакомым. Статус на международную арену. То есть выходит город, уже поднимается его статус. Конечно, это некоторые в бюджет деньги. Я думаю, это очень полезно. В Барнаул сегодня прибыл поезд Победы. Это уникальный передвижной музей. С 25 апреля воинский эшелон курсирует по стране. Жители 24 городов уже посетили выставку на колесах. Как поезд Победы приняли в краевой столице, расскажет Ирина Корчагина. Его встречают почти так же торжественно, как в далеком 45-м году. Поезд Победы прибыл на Алтай. Для воинского эшелона Барнаул уже 24-й город по счету. Еще 25 апреля состав двинулся из Москвы с Киевского вокзала. Почти за полтора месяца поезду предстоит проехать всю страну с остановками в 51-м городе. Сегодня остановка в Барнауле. На железнодорожном вокзале ажиотаж. Отдать данное уважение. И то, что молодое поколение у нас сейчас чудо. Посмотришь, ребята, что встретили, курсанты. В общем, молодцы. Я горжусь своим городом, который получил трудовую славу. Атмосфера праздничная. Не прийти нельзя. В 40-х годах из вашей семьи кто-то уезжал также на поезд? Да, да. И дядь, и тети. Отец был железнодорожником по доставке составов, как бы резервный. А так поучаствовали все. Поезд Победы состоит из 17 тематических вагонов. Здесь и интерактивные выставки с оживающими фотографиями, документами периода Великой Отечественной. И образцы новейшей техники. И даже вот такие военные трофеи, захваченные у боевиков в Сирии. Кстати, ранее остановки поезда Победы в городах длились около двух часов. Но потом их увеличили до четырех. Жители городов просто не отпускали воинский эшелон. Не каждый из нас был в таких далеких местах. Например, кто-то житель Самары или Оренбургской области. Он здесь первый раз говорит, что это невозможно. Едем, едем. Они леса и поля. Леса и поля. Сутки леса и поля. И все эти регионы, где мы проезжаем, мы потом проводим информированность с реальными картинками. Вот жители вот так выглядят. Одни такие же, как мы. Такие же радушные. Наша огромная сплоченная страна. Уже завтра поезд Победы приедет в Новокузнецк, далее в Абакан, Братск. Конечная точка маршрута – Владивосток. А в Москву железнодорожный состав вернется в конце июня. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Защищать страну, пусть не от врагов, а от правонарушителей, возможно, будут и наши следующие герои. Выпускники полицейского класса. В эти выходные для 11-классников края прозвенел последний звонок. Праздник из-за ковидных ограничений прошел под открытым небом. Но прошел, в отличие от минувшего года. Во взрослую жизнь пока еще школьников провожала Валентина Аскерова. Как покинем мы наш класс, мы на пороге обернемся. Последний раз вам улыбнемся и не забудете вы нас. Песни «Пусть и под дождем» для любимых учителей. В этом году в 53-й школе Барнаула выпускают звездный полицейский класс. Песни по плечам. Вы своим внешним видом, своим поведением, своим старанием, своими успехами вносите неоценимый вклад в охрану общественного порядка, в борьбу с преступностью. Классная мама 11-го А Людмила Гунько, кстати, учитель физкультуры, для своих учеников приготовила особый подарок – свисток. Обычно он у нее на груди, а теперь будет оберегать и ее детей. Вот какой это класс? Ой, они, я даже не могу сказать, и активные, и любимые, я не знаю. Это, знаете, стена, которая вот всегда выручит, и всегда сделает все, что вот требуется. Вместо галстука и рубашки уже традиционная школьная форма и прощальный вальс. Немного радостно и грустно просто покидать школу, не знаешь, как будешь без одноклассника, без классного руководителя, который всегда был в плечах и помогал. Уроки, баловство наше, мы не всегда же были спокойными, поэтому и по всей компании нашей мы никогда больше так не соберемся, не сядем так на уроки. 11 лет мы здесь отучились, такие учителя, ну и вообще вот эти ощущения, что в новую жизнь входить – это очень страшно, ну и прощаться очень больно. В этом году последний звонок прозвенел в 85 барнаульских образовательных учреждениях, и со школьным звонком в новую жизнь отправились 11 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Настоящие сокровища, датированные 17-м веком. Старинные книги из личной коллекции бывшего студента Педуниверситета. В ближайшие дни в рамках исключения они доступны всем желающим. В День славянской письменности в педагогическом ВУЗе презентуют архив хранителя истории. Татьяна Голубева продолжит. Книжка уникальная. Была она выставлена в открытый доступ на торгах. Книга имеет замечательную историю. Ее спас отец, вот как раз продавца этой женщины, в Великую Отечественную войну. То есть на месте разрушенной церкви находилась эта книга. Артем Шмелев рассказывает о часослове 1652 года. Книга почти в идеальном состоянии. Воскольку она обошлась, оставил в секрете, но коллекционировать такие произведения – занятие дорогое. Старинные книги Артем, историк по образованию, собирает с 7 класса, более 15 лет. Для таких книг нужен специальный режим, потому что они все ветхие. И я сотрудничаю со специализированной организацией, которая с удовольствием мне помогает, размещает у себя мою коллекцию. В его коллекции более полусотни книг, но лишь часть из них сегодня увидели школьники и студенты. Если удастся договориться о правильном хранении, старинные издания, в основном церковного содержания, останутся в ВУЗе как минимум на неделю. Многие студенты, историки, лингвисты, филологи смогут их посмотреть в дальнейшем, изучать и на основе этого написать, возможно, курсовую, выпускную, квалификационную работу. Кстати, по словам священника Константина Метельницкого, во второй половине 20 века столичные ученые находили на Алтае уникальные произведения 17-18 веков, которые в европейской части России просто не сохранились. Николай Николаевич Покровский нашел самый полный судный список Максима Грека. То есть это просто потрясло всех, когда это было найдено. А между тем коллекционер Артем Шмелев в погоне за очередной находкой. Говорит, мечтает ее заполучить и, возможно, позже представит студентам, которые очень ждут близкого контакта с текстами, написанными благодаря основателям славянской письменности Кириллу и Мефодию. Такая у нас жаркая битва за всего лишь один листочек 16 века. На сегодняшний день последняя ставка 500 рублей. Окончание торгов завтра. Но завтра, вполне вероятно, эта сумма вырастет в разы. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Короля галактики планируют выбирать в краевой столице. Здесь проведут масштабные соревнования по боулингу для всех желающих. Продляться они 4 дня. Сбивать кегли планируют порядка сотни любителей из Барнаула, Рубцовска, Бийска, Олейска и Новоалтайска. Стартуют соревнования 7 июня. Участников ждет внушительный призовой фонд. И еще одно глобальное событие выходных – традиционная музейная ночь. Спустя год ожиданий за пандемией в эту ночь 2021 года культурные учреждения завлекали, просвещали и даже шокировали. Дмитрий Дроздов расскажет подробнее. В субботу и Барнаул отправятся в музейную ночь. Каждый желающий, любой житель города Барнаула, гости Алтайского края могут приехать в Барнаул, зайти в любой музей и посетить разные выставки. Мы начинаем наше небольшое путешествие по самым известным музеям города Барнаула и первый на очереди в выставочный зал музея «Город». И мы видим здесь ребята-графисты. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим нарисовать что-то интересное и красивое для города. Теперь из улицы мы с вами перемещаемся уже в помещение, в сам музей уже. Все желающие потихоньку собираются в музей. Здесь могут люди посмотреть какие-то картины или такая, знаете, тематика искусства. А что именно они здесь могут посмотреть, нам об этом расскажет Михаил, заведующий отделом, заведующим выставочным отделом. Я думаю, первое правило, это, наверное, масочный режим. Без него никуда. Михаил, давайте мы с вами пройдем вот в этом направлении и вы расскажете, что люди здесь могут увидеть, что здесь представлено. Сегодня у нас представлено два художника. Это выставка Ивана Ильющенко и Александра Гордиенко. Ну, Ильющенко это художник, который знаменит своими граффити. Вот. А тут он показал опять же свои граффити на фанерах и открыл себя в новом направлении в граффике, который мы тоже увидим. И совместно это его выставка с его другом Александром Гордиенко, которого вчера взяли в Союз художников. Но на то время, когда выставка открывалась, он был просто пока художником-любителем. Вот. И тоже Александр показывает нам свои акварельные графические работы. Здесь же организована специальная автовыставка российского такого векового автопрома. Один из примеров замечательная белая копеечка. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Добрый день. Слава меня зовут. Слав, расскажи про белого коня, потому что, ну, копейка, да, уже, наверное, ну, года 70-го, я так понимаю, и она прям идеально выглядит. Это машина 73-го. Она больше для выставок, да, как понимаю, или прям средства передвижения? Ну, сходки, выставки, я думаю, так. Зима в гараже. А какие выставки посещаешь? Как люди реагируют на нее? А вот первый выезд, ну, подходят, фотографируются, ну, в принципе. Ну, приятно на душе, да, что работа так вот влияет на людей положительно. Ну, да. Оно того стоило, в общем. От картин машин мы с вами перемещаемся в такое немножко жуткое место, музей аграрного университета. Вместе со мной здесь Сергей, скорсовод. Здравствуйте. Ну, что, такое по-настоящему помещение, да мурашек пробиваешь, естественно, когда смотришь на скульптуру. Что здесь представлено? Так, здесь представлена выставка анатомических препаратов. Из одного очень такого жуткого помещения, где животные в неживучем, да, так сказать, состоянии, мы с вами перемещаемся в зал, где здесь есть уже самые настоящие подвижные животные. Вот, например, популярный уголок, зооуголок. Здесь змеи. Девушка, здравствуйте. Как вас зовут? Дарья. Дарья, расскажите, не страшная змея на руке, змея на шее, здесь еще маленькие змеи? Нет. Как вы так взаимодействуете со змеями, что так спокойно себя чувствуете? Они хорошие, к ним с доброю мы, они. Так, он микрофон уже пошуял. На самом деле, если признаться честно, я змею очень боюсь, можно вот мне, наверное, одну змею на руку? Расскажи, она чувствует страх? Могут, конечно, да. Наверное, сейчас будет глупо спросить, змея ядовитая или нет? Нет, не ядовитая. Что это за вид питон королевский? Вот так. Это новинный питон, это уж маленький совсем детеныш, это ящер. У меня, на самом деле, перехватывает дух. Так близко, так, а где у нее глаза? А, вот она, вот она, красота. Сколько им лет и как они выживают здесь? В какой среде они здесь живут? Они в террариумах живут, живут в контейнерах. Самое главное – это свет для них. Гуф-лампы специальные для рептилий. Подводя итоги музейной ночи 2021, можно понять, даже на своем личном примере, что человек испытает абсолютно разные эмоции. Это и спокойствие, да, когда смотрит на картины, и такой некий драйв, когда смотрит на российский автопром. Ну и, конечно, страх, волнение, когда человек видит животных в таком виде, и животных у тебя на руке, когда змея висит, это было очень круто. Поэтому музейная ночь 2021, я думаю, в копилочку на пятерку отработало в этом году, это точно. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на Ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова